Продолжение следует... Обратите внимание на следующие слова. Приклеить, приближаться, преградить, прескверный. Конечно, вы уже догадались, что речь пойдет о правописании приставок «пре» и «при». От чего же зависит выбор буквы «е» и «и» в приставках, нам и предстоит сейчас разобраться. Приставки «пре» и «при» – приставки изменяемые, как и приставки на «з» и «с». Но в отличие от приставок на «з» и «с», в приставках «при» и «при» выбор буквы зависит от лексического значения приставки. Давайте разберемся, какие же значения бывают у приставки «при». Ее первое значение – приближение, например, приезжать, прилетать. Второе значение – присоединение, приклеить, прибить, привязать. То есть присоединяется одна поверхность к другой или один предмет к другому предмету. Следующее значение приставки – пространственная смежность или, по-другому, близость к какому-либо предмету или месту, то есть находиться рядом, около. Например, приусадебный участок, то есть участок рядом с усадьбой, приусадебный, пришкольный, на территории школы, рядом со школой, прибрежный, около берега. И, соответственно, в каждом из этих слов в приставке мы будем писать букву «и». Следующее значение приставки «при» – неполнота действия, приоткрыть, приоткрыть, немного открыть, то есть не распахнуть настиж, пригнуть, не совсем согнуть, чуть-чуть пригнуть. Также в приставке будет писаться буква «и». Еще одно значение приставки «при» – это завершенность действия или доведение действия до конца, прибежать. Действие завершилось, придумать. Также действие совершилось, соответственно, в приставке мы будем писать букву «и». Ну а теперь приставка «при». Первое значение – высокая степень качества или действия, то есть в значении «очень». Прескверный, очень скверный, прекрасный, очень красивый. В приставке будет писаться в этом случае буква «е». Если же значение приставки будет близко по смыслу к приставке «пере», то мы напишем также в приставках букву «е». Преображать – значение «изменить», то есть переделать. Претворять идею, мечту. Соответственно, идею мечту сделать реальностью, переделать в реальность. Или, например, в слове «преграда» в значении «перегородить». А теперь давайте попробуем образовать новые слова с помощью приставок «при» или «при» и объяснить их значение. Исходное слово «шить». Можно образовать глагол «прешить» при помощи приставки. Вот только какую букву мы будем писать? «И» или «Е». «Прешить» – приставка имеет значение «присоединение». Соответственно, в приставке мы напишем букву «и». «Вести» – следующий глагол, от которого можно образовать глагол «привести». Этот глагол будет иметь значение «законченность действия». «Привести» – что сделать? Соответственно, в приставке мы напишем букву «и». «Коснуться» – можно образовать слово «прикоснуться». Тоже глагол «прикоснуться», то есть слегка дотронуться. Это не полнота действия, а соответственно, в приставке должна быть написана буква «и». «Бедный» – можно образовать прилагательное «прибедный». Если же в этом слове значение «очень», значит, мы напишем слово «пребедный» с приставкой «е». «При-бедный» – высокая степень качества, то есть «очень» значение. «Лечь» – прилечь. «Е» или «и» будем писать? «Прилечь» – неполнота действия. Соответственно, в приставке мы должны будем написать букву «и». «Вокзальный» – можно образовать прилагательное «привокзальный». Вы уже догадались, что значение приставки «при» в этом слове находится рядом около пространственной смежности. Соответственно, слово «привокзальный» будет писаться в приставке через букву «и». «Мудрая» – «премудрая Василиса». Конечно, значение «очень». Соответственно, буква «е» в приставке в слове «премудрая». С этим заданием мы справились без особых усилий. А как быть со словами, в которых приставки имеют неясное значение? Например, в словах «претерпеть» или «претерпеться». Какую букву выбрать в приставке? Как объяснить значение? Ведь на слух приставки «при» и «при» не различить. В этом случае надо учитывать контекстное значение, то есть обращать внимание на зависимые слова в словосочетании, которые проясняют лексическое значение слова. И, конечно, проверять написание по словарям. Обратите внимание на словосочетание «претерпеть» – «трудности». «Трудности» – зависимое слово, и оно проясняет смысл слова «претерпеть». Соответственно, нам становится понятно, какую букву нужно написать. «Претерпеть» – «трудности», то есть «перетерпеть». Значит, в приставке мы напишем букву «е». «Претерпеться к обстоятельствам». Если есть зависимое слово «к обстоятельствам», соответственно, глагол «претерпеться» близок по смыслу к глаголу «привыкнуть». «Претерпеться к обстоятельствам». Соответственно, в приставке мы должны будем написать букву «и». «Пребывать» – «в отпуске». «Находиться где-то». «Пребывать» – «перебыть где-то». Соответственно, в приставке будет написана буква «е». «Прибывать» – «к указанному пути». Вот зависимые слова «к указанному пути» проясняют смысл слова «пребывать». В значении «приближаться» к месту. Соответственно, в приставке мы напишем букву «и». Также есть слова, в которых приставка слилась с корнем и уже как самостоятельная морфема не выделяется. Например, в таких словах «природа», «причина», «притязание», «беспрекословный», «прелестный», «президиум», «привилегии», «преамбула» и другие слова. Эти слова надо запоминать и обязательно обращаться к словарю, чтобы проверить написание. А закончим сегодняшний урок мы замечательным стихотворением Евгения Измайлова, которое так и называется «при» или «при», «при» или «при», «при» или «при», «при» или «при», «при» или «при». Это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Прибыл ли поезд, приплыл пароход, космонавт прилетел из вселенной. Обо всех, кто придет, прилетит, приплывет, пишется «при», несомненно. Винт привинтил, прикрутил колесо, приклеил, пришил умело. Помни, что пишется «при» обо всем, что добрые руки приделали. Язык прикусил, не совсем откусил. Пригорело, не значит горит. Помни, что сделано, но не совсем, пишут с приставкой «при». При длинный достанет с крыши рукой, при жадный не даст вам конфету. Кто очень такой и очень сякой, «при» мы напишем при этом. Дожди непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда. Где очень похожи «пере» и «при», там только «при» ставить надо. Итак, подведем итоги. Сегодня мы говорили о правописании приставок «при» и «при». И теперь вы знаете, что эти приставки являются изменяемыми. Выбор букв «Е» или «И» в приставке зависит от значения самой приставки. В случаях, когда значение приставки остается неясным, нужно обратить внимание на зависимые слова, то есть на контекст, или же проверить написание по словарю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok